Наступление весны буквально парализует жизнь одного из районов Гродно. Бездорожье затягивает легковые автомобили, а скорая не может проехать к пациентам. Местные жители даже в шутку называют себя людьми на болоте. Техника эту ситуацию не решить, а на полноценную работу бюджета не хватает. Подробнее Дмитрий Смирнов. Туфли и кроссовки точно не для здешней местности. Единственная обувь, которая выдерживает такие условия, это резиновые сапоги. Вязнут даже автомобили. Скорая и коммунальная служба останавливаются перед микрорайоном, где еще есть нормальный асфальт. Дети здесь готовят к школе не только домашнее задание, но и противоболотную амуницию. Сменка, штаны, заправить сапоги. В среднем до остановки школьного автобуса пешком 15-20 минут. Когда машины нет, то добираться очень сложно. У тебя есть твои любимые резиновые сапоги? Да. Участки здесь, в микрорайоне Зарица-4, начали выделять в 2009-м. С того времени местные резиновые сапоги так и не сняли. Два года назад на последнем совещании с администрацией города людей просили побыстрее сдавать дома. Обещали, что сразу же проведут всю оставшуюся коммуникацию и дорога станет проездной. Март 2017-го. На горячую линию позвонили 20 человек. Все с одним дорожным вопросом. Скорая, может, до нас и не доедет. МЧС, не дай бог, пожар или что. Были случаи, когда вызывали скорую, и она просто не могла сюда доехать. Ребенка несли на руках прямо к скорой автомобиле. Это не первая подобная ситуация. В начале месяца многодетная семья, которая живет в Зарице, застряла в автомобиле на дороге. Мужчины, которые пытались вытащить машину из грязи, утверждают, колея была больше 40 сантиметров. Мы все, кто могли, вышли. Мы толкали, мы не вытолкали машину. Мы вызывали сотрудников милиции. Мы сначала позвонили в дорожные службы, в МЧС. Нас отправили с сотрудником ГАИ, переадресовали. Приехали сотрудники ГАИ и просто на их инициативе. Они должны были эвакуировать только детей. На их инициативе они нам просто организовали, чтобы мы достали эту машину. Более мелких случаев и ежедневных неудобств и вовсе не сосчитать. Я в Зарице должна переобуться. Я иногда на остановке переобуваюсь, прячу эти сапоги и тащу эти минуты. Это не эстетично. Не просим асфальта, просто сделают хоть какую-то хорошую гравейку, по которой можно было пройти и проехать. В Горисполкоме знают о дорожных неурядицах. Нынешний бюджет составляли с учетом предстоящего ремонта. И на этот год предусмотрели определенное финансирование. Конечно же, оно недостаточное, чтобы привести все микрорайоны в порядок. Но работы весной будут начать. По мере исполнения бюджета мы будем пытаться изыскать дополнительные средства на производство работ по именно реконструкции дорог. К слову, дорожная обстановка в целом в регионе, по словам и госконтроля, не самая показательная. Были установлены факты незаконного использования бюджетных средств. Это в сумме свыше миллиона рублей. Неэффективное использование бюджетных средств свыше 200 тысяч рублей. До начисленной налоги сборы в сумме 96 тысяч рублей. 55 человек привлечено к ответственности. Специалисты подтвердили, что намерены собрать рабочую группу, чтобы детально разобраться в дорожной ситуации, прежде всего в этом Гродницком микрорайоне. Пока же местные говорят, что больше надеются на погоду. С лужами и болотом на дороге до этого времени лучше всех грейдеров боролось только солнце. Дмитрий Смирнов, Виктор Бака. Агентство теленовостей Гродно.